здравствуйте друзья у нас сегодня гость на канале из ванкувера из ванкувера ну представляйтесь гость здравствуйте я приехал из ванкувера где я уже шесть лет работаю в качестве кей-тестера в одной и той же компании моя история такая что в 2008 году я закончил после этого у меня было почти три месяца практики потом я вернулся в канаду начал искать работу это было не очень быстро и времени самое хорошее было 2008 год но где-то через месяцев 5-6 я нашел такие работы долго получилось это был самый самый обвал когда финансовый кризис был в 2007 это было очень довольно фиговое время но тем не менее я нашел свою компанию она нашла меня и вот уже шесть лет я там работаю это вы 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 представьтесь вот вы зовут зовут как скажи да я александр шканов значит вы родом откуда с украины но откуда из я родился в одесской городе кишиневе мать из бы военной поэтому в молдавии потом отца перевели в белго-днестровский под одессой да хорошее место хорошее место я думаю для того чтобы провести там детство это самое лучшее место потому что море рядом крепость фрукты фрукты да девчонки сгорелые все и вино шапское какое шапское там такое село шабло 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 большую часть своей сознательной жизни я прожил в киеве но образование какое у вас я закончил киевский институт гражданской авиации и моя специальность инженер по эксплуатации авиационного наземного радиолокационного и навигационного оборудования аэропортов связист ну в общем наш связист но пришлось по профессии поработать нет меня распределили в магаданскую область поселок сиимчан в поселок прям да я прилетел туда провел там три дня по специальности распределили да по специальности но мне сказали что вы через три года уедете после того как отработаете а вот у нас тут молодой человек он только поступил в ваш институт мы знаем что он останется у нас после распределения поэтому коллижа срок не мотал жизни не знаю но как бы впечатлением не хватило эти три дня когда я увидел заснеженные такие сопки колуму река и когда я уже не помню но впечатляет люди и на этих вот на бревенчатых избушках лежат лодки и как бы такой пирог снег снежный на каждой крыше потому что как бы чуть подтает и так смотришь ледники а зачем лодка на крыше то не знаю до сих пор завод который в основном естественно делал эти самые тарелки там сковородки свобода от основного производства то есть оборонное что-то да допуск был у вас естественно ну и в общем то мы делали технику которая охраняла наши рубежи скажем так так ну хорошо и в общем то я проработал там 15 лет пока советский союз приказал долго жить так надо было переквалифицироваться так вам сколько лет сейчас примерно мне примерно 58 а ну прям как я у меня примерно 59 так хорошо вы сохранились прям какой огурчик тоже ничего да ну спасибо значит хорошо за нами следят нашу вовремя уехали просто так ну а потом все все становилось все хуже и хуже и тогда моя украинская жена сказала что надо подумать о наших еврейских корнях да особенно после того как мой открылась первая украинская гимназия и моего сына не взяли туда когда мы решили что лучше пойти на этой почве не взяли да потому что спросили мы говорим дома на украинском языке мы сказали нет а ну то есть не потому что там еврейские корни а потому что не говорит да это главная резкая жена гляделась вокруг и пошла в первую украинскую гимназию да а вас и в еврейскую не взяли а вот как раз еврейскую нас и взяли а как то что мы в то время не знали ни слова на еврейте больше что и мама здесь вас не взяли здесь бы вам сказали что если мама не еврейка вас вас не возьмут ну у меня бабушка еврейка и мы тогда вдохнули в израиль да там в общем то так и не скажешь с виду друзья вот кто мог догадаться ну хорошо так и четыре года мы прожили в израиле при этом довольно неплохо устроились и а что вы делали там я работал город они тогда продвигали ерпи уроком аппликейшн и я занимался тем что инсталлировал так как эта аппликация довольно тяжелая как такая метаморфоза работал на оборонном предприятии что такое и вдруг раз урокал софтвор установка как как это ну во первых после того как наш завод приказал долго жить я переквалифицировался в network support я даже не знаю короче идея в том что еще в киеве еще в киеве да был приватизированный как это называется деревообрабатывающий комбинат и там был такой очень продвинутый директор который решил построить собственную сеть компьютеризировать все и вот это было двое нас я еще вася дударь очень грамотный человек все что я знал от войны толкнул меня в это делает хорошо то есть вы приехали в израиль уже с некоторым данным бэкграундом поэтому вас взяли на работу ну я еще закончил курсы я получил тогда был новый такой да конечно вот я был сертифицированный новый администратор хорошо послушайте я начинаю напрягать мозг вы приехали в канаду почему вы в канаде не пошли сразу чего-нибудь компьютерное делать а я приехал в 2000 году вообще все очень сильно упало 2000 году я пытался устроиться и в оракол и пытался заниматься с и закончил какие-то курсы с api сделал сертификацию по ораклу оракл дб 8 в итоге что вы делали все это время вот до 2008 года 8 лет пока я работал на компанию которая продавала сателлайт я создал для них веб-сайт и продавал в общем-то с этого веб-сайта и продавал их технику окей это все как в по продажам больше лично я как бы ну да в принципе онлайн продавал хорошо значит теперь каким образом вы это все было кстати в торонто а не могли в торонто нет а как оказались в ванкувере и как вы к нам попали в ванкувере я оказался потому что мой сын работал же на эту компанию что и я и хозяин компании предложил открыть магазин в ванкувере мы поехали вдвоем туда он как бы был начальником а я больше занимался в вархаусе научился ездить на этой мальгизе как это наверно не верите мальгиза ну подъемник такой да да понятно у меня был большой склад ну я продал продолжал продавать онлайн эту же технику плюс ездил на этом я понял а как вы к нам попали в какой-то момент форк лифт у нас это называется точно какой-то момент туда приехал индус открыл свою такую же компанию как вот наша и потихоньку скушал машка ты смотри какой да дело в том что я так понимаю отмывал общем-то деньги поэтому ему было все равно он продавал по демпингам цены все это оборудование ну короче в конце концов он купил наш этот магазин тоже вы остались неудел а как вы к нам попали оставшись неудел я начал заглядываться по сторонам чем нужно заняться и в общем-то я понял что я сильно отстал того же оракла потому что каждый год и решил что у меня очень разнообразный опыт войти в общем-то и это то что требует именно разнообразный опыт плюс я считаю у меня достаточно хорошее образование плюс логика всегда но откуда то что должны были значит существует ки и откуда же вы должны были за что есть какая-то школа там маунтинью калифорния там и так далее это же вы знали кого-то лично кто нас учился или что как это произошло не веб-сайт же вы нашли в сети я посмотрел что в ангуре есть школа которая тоже занимается этим делать 2008 да я пришел к ним взял пару уроков и понял что у меня не устраивает этот уровень и честно я даже не помню откуда я узнал о вашем существовании это наши студенты какие-то бывшие там да поэтому я понял что вы даете достаточно широкий спектр знаний плюс самое главное что вы даете я понял вы там чего-то такое услышали пока на те курсы ходили вообще у нас на самом деле частенько бывает что наши студенты они куда-то там вот уезжают устраиваются и их распирает что-то такое тоже делать и вот и все это ли были люди я не знаю они есть там или нет сейчас и в ванкувере они были в колорадо и даже я не знаю где там еще в чикаго вот поэтому ну имя у вас уже есть вы за 20 лет конечно тут сейчас хорошо значит вы приехали шесть лет назад 2008 году вы тогда недолго учились да там месяца два сколько-то было мне делал месяца 4 учился я приехал где-то декабре начали в декабре и думаю я вернулся уже в апреле но это уже с практикой да где проходили то салфа конечно это я сейчас пытаюсь вспомнить они из мобилок ребята 2008 год мобилки это было очень-очень актуально тогда это вообще это было пионерское селфаер они по-моему в магазине можно было карточку считывать да а он до купоны то есть и мог до улопать купоны себе на мобилку и в магазине предъявить только магазин должен был иметь считыватель должен быть оборудован этим делом да хорошая была компания нет в общем-то даже не знаю сейчас есть уже или их нет еще есть где-то да да хорошая это была очень хорошая практика но подождите а почему вас полгода ушло у вас интервью не было или они были но вы не соответствовали что произошло часто были интервью честно не помню но сказать что банковерский рынок вот я просто вижу ребят которые из разных мест приезжают из канады но у нас три как бы региона основных то у нас есть банковер торонто и монреаль из монреале у нас очень мало народу в основном они все из ванковера но иногда бывает из торонто и бывают в онлайновом классе из торонто у нас ребята конечно лучше чем торонто там рынка нет то есть торонто просто как вот взрыв взрывное такое место в ванковере там две особенности вот я заметил первая особенность что рынок небольшой но есть всем всем хватило то есть вот все кто был всем хватило у нас человек около 50 прошло из из ванкувер ну за какой-то продолжительный промежуток время с другой стороны значит они там скрытные по сравнению с нашими в америке вы допустим кто-то приехал у нас да не знаю там из флориды устроился на работу смотришь там через там месяц еще трое приехали из флориды а ванкувере они шифруются они не рассказывают они там как-то вот так только по своим там и вот это вот все кто меня спрашивал я достаточно хорошо рекламировал да я не про вас лично так вот у меня был дядька один из колорадо давно давно один из первых приезжих студентов и он значит устроил все довольные я его там как-то говорю слушай а тебя люди не спрашивают как вот и так они спрашивают конечно год а ты чего так что-то такое там ночью не хочет рассказывать вот это чем лишнего людям это было так массово и вообще скрывали друг от друга потому что типа рынок маленький там еще черты в общем ну как бы вообще можно сказать что русские ведут себя немножко по-другому так сказать русские поначалу когда пока еще не освоились у нас например тоже компания человек 10 наверное есть русских но они все так в общем-то не помогают я бы сказал я помню первый момент когда был новый год и я знал точно что это русский и был как раз новогодний вечер крисмас партия и хотел с кем-то как бы думать сидишь за стрима и как бы пытался с этим человеком контактировать было очень тяжело почему-то и комплексу я рассчитывал на его помощь и этой помощи не получил ну это это может быть просто типа не будем говорить на конкретно человека на ровность есть народ скрыт это это бывает особенно если вокруг люди скрытые вот ты приходишь и все скрываются это уже и ты скрываешься вот допустим это связано в частности с вопросом о зарплате если попал в какую-то среду никто тебе не говорит сколько он получает то и ты сус а что ты им должен рассказывать ну как бы вроде это такая вообще традиция здесь лучше не говорить лучше не говорить но просто когда новички им не важно сколько ты получаешь им важно какой уровень и где они находятся для позиционирования важно то есть пофигу сколько там у тебя вот и у нас в школе например вот они первая зарплата как кого колышет твоя первая зарплата но просто как как состояние рынка как бы то есть вот у нас очень открыто у нас люди когда устраиваются они все охотно рассказывают а нет у нас предпочитают молчать и я считаю что это правильно потому что я вот недавно узнал что мой коллега серп с которым мы сидим рядом спиной к спине получил столько же сколько и я меня это напрягло если честно ну потому что я считаю что я лучше лучше не знать конечно когда работаешь но у нас в школе как бы когда в школе ты приходишь и все рассказывают это тоже рассказываешь это не никак не связано с тем что вот он рядом с тобой сидел у меня была история брат родной брат и сестра значит такие лет сорок там плюс минус вот и когда сестра нашла работу они еще в классе были вот и так и она уклонилась от ответа на прямой вопрос а потом уже когда после урока она подходит бит михаил ягод не не то что пытаюсь вот как-то не как другие но понимаете вот брат там сидит а у него жена очень зависливая и она получает там 22 доллара в час если я скажу что я получила 25 то значит значит это мне за это достанется поэтому я им сказал что 18 чтобы очень правильно да она дипломатично но говорит врать я в классе тоже не могу поэтому в общем короче вот такая политическая ситуация ну все люди разные ситуации разные поэтому нету здесь универсального нет нет но я просто говорю что да да смешные такие но я могу сказать что у вас намного больше чем у нас конечно зарплаты даже не переводя вы знаете что вот мои мои наблюдения за ванкувером поскольку я там частенько бывал такие что во первых там нет такого чтобы каждый член семьи на машине ездил то есть если допустим там мама папа и взрослый сын то у них не факт что есть три автомобиля то есть может быть меньше наверно да вот кроме того знаете еще что вроде бы деньгами меньше с другой стороны социальные программы более такие смачные то есть здесь ты чтобы иметь их ты должен был бы заплатить а там у тебя забрали деньги не спросив и вроде зарплаты меньше дали но зато у тебя все-таки приличный хеллскер хотя вот многие канадцы они так носом воротят и говорят что если нужна операцию какую-то или что-то так они понимают в америку едут и деньги платят там нужно долго ждать некоторые мексику есть здесь тоже самое есть беларуси у нас есть знакомый поехал ему за один раз сделали все импланты за одну операцию поехал и вот этот местная легенда такая недорого недорого но я хочу сказать что все таки это адекватный уровень обслуживания и сколько вы платите за медицину ну у нас вот вот есть ковридж и компания платит половину я плачу где-то около 70 долларов в месяц месяц за одного или за семью за семью за семью за семью я плачу за семью из меня и жены нас двое я плачу 300 тысяч в год вот мы одного примерно возраста да значит мне это стоит примерно две триста в месяц и поскольку возраст растет то и как бы и сумма немножко растет поэтому так у меня конечно самый лучший план который можно было купить там нет дедакта было никаких то есть зеро дедакта был там все такое но просто я к чему говорю что дорого ну у меня есть друг который живет где-то в штатах вот он все время говорит что у вас в канаде социализм могут к нам пришел обама тоже строится царе а вам они в ярый ярый противник вашего президента обама не может построить социализм поскольку это не то общество где можно построить социализм но естественно но как сказать тем потуги которые они постоянно как-то притаскивают вот на свет божий вытаскивают они тоже построил бы хотя бы социализм хотя бы уже сделали что же нет уже сделали как в канаде но в конце концов это еще не так плохо совсем даже не так плохо но уже сделаешь что то понимаете он же он же ничего сделать вообще не может потому что то поговорил поговорю и и дальше пошел и тут угрозило он пьяный человек виду краю тут украли там украли здесь Здесь украли, там украли, хоть ты какой будь, все равно украдут. Получается, что я даже не знаю, как-то они намудрились с этим хелфкером у нас очень. Ну, у нас тоже сейчас сменился премьер-министр, пока не очень мы понимаем. Скажите, пожалуйста, такую вещь, я, как человек, который, знаете, может быть, вы помните, у Жванецкого была такая хохмочка, что многие люди спрашивают, сколько в этом году засеяны гречки и где именно она растет. Значит, вот растет уровень интересов, так сказать, наших трудящихся. Вот сейчас все спрашивают, какие страны добывают нефть, где именно и почем она будет продаваться и так далее. Вот Канада с ее этими нефтяными песками и существенной частью бюджета, идущей от продажи нефти, и я так понял, что канадский доллар упал, когда нефть пошла вниз существенно, да? Это как-то сказывается на жизни, допустим, у вас? Ну, я не знаю почему, но если раньше я приходил в обычный суперстор и потратить, скажем так, 50 долларов для меня это было, ну, не то, что покупка там на цель для недели, а так зайти и купить, на 50 долларов это была проблема, сейчас это очень легко. Ничего не понял. То есть сейчас на 50 долларов можно много купить? Нет, сейчас на 50, ты зашел купить самое основное, без всяких излишков, 50 долларов ты легко можешь потратить. Раньше надо было напрячься. То есть раньше на 50 долларов можно было больше купить? Да. То есть выросли цены на продукты? Они скажут, ну, так и остались или тоже растут? Я не могу сказать, что я сильно отслеживаю, тем более у нас не так, как у вас. У нас определенные магазины, которые продают, у нас нельзя зайти в любой суперстор. А только туда, где есть? А только ликерстор, который специализируется на этом. То есть в обычном универсале нет? Нет, это не так, как у вас, у нас не пиво, у нас даже пива нет. Друзья, канадцев легко отличить от остальных в мире, на вот этих курортах, где, значит, там, все, да, all-inclosive и особенно зимой. Вот, например, хорошо ехать в Мексику, например, в январе, феврале, вот вы приедете, они прямо там из снега с самолетами высаживаются. Ну, холодно у нас, что вы хотите. Да, да. Надо греться. И вот это из манитобы какой-нибудь. Ой, такой народ веселый, они шикарные, очень веселые, очень душевные парни. Ну, у меня есть товарищ, который жил в Израиле уже лет 15, хорошая работа была, ну, и как-то так вот ставные чувства. Хочу тоже в Канаду. А чем жил? Нашел работу в Соскочеване, это довольно северная провинция. В Израиле в это время было там что-то 27 плюс, он приехал туда, там было минус 27. Шесть месяцев они продержались и вернулись обратно в Израиль. Так а ехали бы в Ванкувер. А работы не было в Ванкувер тогда. Я понял. Это все колебания. Ну, хорошо, то есть вот это ощущение колебания курса доллара сказывается на чем-то. С другой стороны, по идее, если дешевеет, вы должны были бы получить больше какого-нибудь бизнеса из Соединенных Штатов, больше продаж в Америку, нет? Больше рабочих мест, создаваемых американскими компаниями? Ну, это, возвращаясь к вопросу о Гречке, не знаю, где она рассчитана. Понял. А пенсионный возраст у вас какой? Сейчас 65, но они собираются увеличивать его. А куда? Ну, 67, по-моему. А, чтоб как у нас было. Да. Хорошо. 65 для мужчин и для женщин. Да. Когда человек вышел на пенсию, он что имеет? Как он живет вообще? Пока не пробовал. Нет, нет, я понимаю, но все-таки вы уже там приближаетесь. У нас есть такое понятие RRSP, то есть мы откладываем каждый год, наверное, у вас тоже что-то откладываем. Пенсионный план? Да. Retirement savings plan, RRSP, да? Да. Хорошо. Это частный план или вы обязаны туда откладывать? Нет, мы не обязаны. Но нас заинтересовывают. То, что ты вложил в это дело, добавляется к твоему доходу и возвращается тебе в таксах. То есть она освождаются от налогообложения? Да. Или отсроченное налогообложение? Хорошо? Ну, оно получается отсроченное. То есть, допустим, если я вложу 3 тысячи, то тебе порядка полторы тысячи у меня вернется сразу же. Да. Это у нас то же самое, пенсионные планы, 401 и так далее. Хорошо. Но если у человека нет накопления, вот он просто жил как птичка, тут поклевал, там поклевал, крышкой помахал, вышел на пенсию? Есть какое-то минимум, о котором я не знаю. Честно, не знаю пока. Не буду врать, пока я об этом не задумывался. Ну, никто не жалуется вокруг, что вот на пенсию вышел, там хоть помирай, там такого нет? Ну, я знаю. Вот, например, у меня, где я живу в комплексе, есть несколько старушек пенсионного возраста. Они обычно минимум 2 раза в год круизы устраиваются. То есть, нормально? Я не знаю, где они работали. Слушайте, а круизы у вас куда? Там на Аляску, что ли? Ну, естественно, на Аляску. Так. А на Гавайи, наверное, можно. Там плывешь, плывешь, плывешь. Это у меня в следующем году намечено. Так, хорошо. Дучок у меня подрастает. Вот мы его прихватим и на Гавайи. На Гавайи круизом? Нет, скорее так. Так оно правильнее. А то плывешь, плывешь, вроде не важно куда плывешь. То ли на Таити, то ли на Гавайи, там океан вокруг. Ну, как бы все эти круизы именно для пенсионеров, в общем-то по отзывам наших друзей, которые попробовали это сделать. Это не очень интересное мероприятие. Надо ехать в своей компании большой. Хорошо. Если вы едете просто там с женой, там с детьми, это как-то тоска дикая. Но если вы так компашка, вот мы сейчас ездили на Карибы, 26 человек в компании. Ой, что там? Так 26 человек, по-моему, жать никуда не дают. Не, ну они же съехались из разных мест. А, ну да. Тут у нас и местные из Торонто подъехали, из Нью-Йорка там. И мы так раз туда в Пуэрто-Рико. Хорошо. Иногда. Ну что же. А вы не были на Кубе никогда? Нет, еще не был. А люди, которые были на Кубе и знакомы, что рассказывают? Ну, у меня, опять же, мой коллега серб. Он ярый антиамериканист. Потому что вы его бомбили. Но про канадские хотя бы? А нет. А канадцы тоже бомбили. Там все бомбили. Он вынужден жить в Канаде. Я понял. Но вот он закончит, вырастет своих детей, даст там образование и сразу же обратно в Сергию. Хорошо, хорошо. И будет ненавидеть Америку. Может быть он нужнее там даже. Я тоже так думаю. Да. Так что Серб? Он вообще очень хороший человек. Что Серб? Так вот он ездил на Кубу, ему очень понравилось. Он был в диком восторге. И собирается опять туда ехать. Все, что ему было нужно, он там нашел. Типа женщины там? Нет, он с семьей ездил. А. Так что... То есть он в каком-то гостиничном комплексе. Вряд ли он ходил там, где люди живут. Да. Я не думал, что он ходил к людям. Но они поехали тоже к компании свои. И им там понравилось. Он собирается опять ехать. То, что я слышал о Кубе. И красивая страна. Но люди, конечно, живут очень бедные. И жить там не стоит. А отдыхать, наверное, нужно везде. Ну, я вот думаю, когда отменят все эти дела, может быть надо будет съездить как-нибудь посмотреть. Но просто я... У тебя еще не были? Ну, я же американец, я не могу. А, точно. Нам не положено. Но я просто слышал от разных людей. И... Очень грустные рассказы, на самом деле. Вот... Говорят, что просто как вот Советский Союз даже хуже. Там местами. Если в магазин зайти, так просто. Машины 60-х годов ездят. Антик вокруг. Да, да, да. И, в общем-то, не очень хорошо. Не очень хорошо. Ну, что же, друзья, значит, может быть там получше станет. Да. Пусть везде будет хорошо. И на Кубе, и в России, и на Украине. Да. Тогда и нам будет лучше. Не, ну, я считаю, что если твоему соседу живется хорошо, то он не придет и не потвалит твой дом. Вы знаете что? Жизнь показывает, что это не всегда так. То есть, есть люди, которые идейные. И идейные люди, независимо от ничего, они совершают какие-то ужасные преступления, которые оправданы с идейных позиций. Вот не с позиции выживания животных там каких-то или что-то. А вот, допустим, каннибалы не убьют лишнего, потому что они лишнего съесть не могут. Ну да. Понимаешь? А вот, допустим, а мы вот современные, мы можем тут 20 миллионов замочить, там 40 по лагерям распихать. То есть, у нас идейность, это страшное дело. Полностью согласен. Все страшные вещи, которые происходили в истории человечества, они от идейности. Да, это точно. Причем идеи самые разные бывают. Ну что же, давайте мы передадим привет тем, кто нас смотрит. Привет. В Канаде, в Соединенных Штатах, у нас половина зрителей из Российской Федерации, 25 процентов – это Украина, процентов по 7-8 – это США, Белоруссия, даже не… Израиль, Казахстан. Вот так там. Ну, в общем, к 100. Больше 100 не будет, я вам обещаю. Так оно бывает. Вот поэтому… Кое дело у нас второе. Да, да. Это так. Вот у меня статистика вся есть, я так по памяти просто цитирую. Вот, всем передадим привет, тем более мы только-только, значит, отходим от Нового Года, и все у нас хорошо. Возьмите, пожалуйста, вот там… Есть папаха? Есть. Все, давайте. А, вы в Молдавии родились, тогда вам молдавскую. Это молдавская? Это молдавская. Она называется Кушма. Кушма. Окей. Вы знаете что? Мне кажется, надо ее наоборот вот… Да, да. Вот так? Вот так. Это Кушма. У нее норка внутри, друзья. Это она снаружи, каракуль, а внутри у нее норка. А я впервые, у меня дебют, красненькая, у меня дебют. Мне прислали из Питера вот такую вот папаху генеральскую. Вот так. Так что мы демонстрируем сегодня моды. Нашей родины. Ну, в общем-то, да, можно сказать, да. Я тогда как москвич буду в генеральской папахе. Тем более я вырос в семье военного. И, в общем-то, надо бы кокарну, конечно, звездочка там помелочь. Но это не важно. Просто передает настроение. Так что мы, может быть, даже заставочку сделаем вот такую. И напишем там «Канадское казачество», допустим. В Силиконовой долине. Да. Вот. Хорошо. «Канадское казачество». Да. Давайте так помашем ручкой всем. Скажем. Счастливо, ребята. Хорошего Нового года. Чтобы он был удачный, счастливый. И ни о чем не надо было жалеть. «Канадское казачество». 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 Продолжение следует...